И миллионером или даже миллиардером оказался бывший командир Днепропетровского Беркута, который возглавил муниципальную полицию Днепра Андрей Ткаченко. Общественные активисты проанализировали его декларацию. Какими земельными участками и квартирами владеет ставленник мэра Филатова в следующем материале. В декларации экс-беркутовца Андрея Ткаченко за 2016 год впечатляющий список имущества. Лично ему принадлежат 7,5 тысяч квадратных метров земли и два гаража в Днепре. А вот основное состояние зарегистрировано на супругу. Анна Ткаченко владеет земельными участками в элитных поселках Шевченковка, Новоселовка, Песчанка и Опытная. В Опытном дом площадью 250 квадратных метров двухэтажный особняк за высоким забором находится в окружении усадеб, которые принадлежат народным депутатам, прокурорам, судьям. Если так хотя бы примерно сложить все вот это вот имущество, которое есть у господина Ткаченко и его жены, ну из того, что по крайней мере удалось найти, то получится, что при задекларированной зарплате, которая есть в декларации, наверное, нужно не есть, не пить, не тратить деньги вообще ни на что, кроме того, что откладывать их на вот эти покупки, ну где-то лет 10. Я сомневаюсь, что зарплата, которую показывает господин Ткаченко, позволит даже покрыть расходы на то, чтобы содержать такое количество недвижимости. У нового главы муниципальной полиции солидные сбережения 110 тысяч гривен наличкой, а у супруги на банковском счету 30 тысяч долларов. Также Анна хранит наличными 170 тысяч гривен, 12 тысяч евро и 20 тысяч долларов. При этом годовой доход мужа Андрея Ткаченко чуть более 200 тысяч гривен. Это какой-то черный доход, и я думаю, таким образом расплачивались как раз за смерти на Майдане, за избиение демонстрантов и, наверное, за какие-то успехи в разгонах митингов. Прокомментировать такие серьезные обвинения, прозвучавшие со стороны общественных активистов, Андрей Ткаченко сегодня не смог. Заявил, нет времени, дескать, много работы. После его назначения на должность начальника коммунального предприятия, муниципальная полиция, разразился скандал. Днепровские активисты считают, экс-беркутовец не должен работать в структурах власти, а само предприятие, муниципальная полиция, по их мнению, это карманная армия мэра Филатова, которая будет выполнять любые заказы, в том числе и политические. С требованием уволит Ткаченко. Активисты даже петитировали мэрию. Я был на Грушевского 22 января. Я выносил тело первого Нигояна и Жизневского из медпункта, когда в свое время на институтское вынесло 13 трупов. Я везде в этом был, я не могу это терпеть, когда у нас в городе такое происходит. Не должен человек, подобный ему, занимать такую должность. Если судить по тендерам, которые прошли во втором полугодии 2016 года, на муниципальную полицию из городского бюджета потратили более 5,5 миллионов гривен на экипировку и обеспечение. А расходы на зарплаты составляют еще 5-6 миллионов гривен в год. Впрочем, с приходом Каченко эти суммы возрастут. Ведь он, например, почти вдвое увеличит штат муниципальных полицейских. Елена Мандрюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.